В кадетском корпусе имени святого Георгия Победоносца первый день нового учебного года по традиции начинается в мемориальном комплексе Победы. В священном для всех жителей нашего города месте новобранцы присягают на верность кадетскому делу. Мы честью и достойно внести на звание, в мировом числе, выполнять долг для народа и отечества. Строго следовать уставу Уваровского кадетского корпуса, приказом и распоряжением командира. Клянусь! Со временем существования Уваровского кадетского корпуса более сотни выпускников стали офицерами российской армии силовых структур. И все они до сих пор с гордостью носят на мундире знак выпускника Уваровского кадетского корпуса. Я хочу, чтобы и каждый из вас прочувствовал глубину того, что он стал кадетом. А кадет – это значит дисциплина, ответственность, самоконтроль. Поэтому прежде чем встать вместе со всеми в один строй, на военно-полевых сборах ребята прошли испытания по физической и тактической подготовке. Мы неравнодушны к тому, какое пополнение у нас попадет в Уваровский кадетский корпус. Это одно из славных образовательных учреждений нашего города. Поэтому те ребята, которые туда поступают, молодые и юные, им надо воспитать в себе вот эти все лучшие качества кадет. Несмотря на все трудности, 126 человек влились в ряды Уваровских кадет. Они приехали из разных уголков нашей необъятной страны. В этом году свое место в строю заняли представители Донецкой Народной Республики и Приднестровья. Глава города Уварова поздравил новое пополнение с важным и ответственным моментом жизни. Вы вступили в кадетство, где царит атмосфера братства, взаимовыручки, особой любви к Родине. Все погоны, которые вы носите, я желаю вам их носить с достоинством, радовать нас своими победами. Все эти юноши и девушки сами выбрали свой дальнейший путь. А мамам и бабушкам осталось лишь всячески поддерживать самых дорогих сердцу людей. Наверное, ей так хочется. Наверное, это ее производит. Это чисто его выбор. Ну, потому что, наверное, патриот будущий хочет стремиться к этому. Со словами на подстве к кадетам обратился председатель общественной организации, ветераны Афганистана и локальных войн Юрий Копнин. Наставления прозвучали от епископа Уваровского и Кирсановского Игнатия, который в сослужении духовенства и епархии совершил молебен перед началом благого дела. Ирина Мерзлякова, Виктор Викторов, НашГород.